добрый день уважаемые коллеги у меня так сложновато сегодня будет у меня три окошечка тут открыто одно с вебинаром второе с презентацией третье со ссылками вот я между ними сегодня буду вот так прыгать вот и в чат отправлять ссылки вопросы можете по ходу писать в чате я время от времени буду делать паузу заглядывать в чат отвечать на вопросы ну и затем продолжим дальше так я удаляюсь в презентацию поставьте огонечек видно ли слышно ли все ли хорошо со связью на данном периоде времени ага спасибо большое за огоньки ну давайте я тогда начну свой рассказ итак сегодня тема нашей сегодняшней встречи создание диалоговых тренажеров и чат ботов поговорим о том что это за форматы как их можно использовать и самое главное как их можно создавать если это необходимо но наверняка чат ботах слышали все многие пользовались возможно их услугами может быть даже некоторые пробовали или создавали таких виртуальных собеседников это такие жители в основном мессенджеров конечно же в телеграме очень часто можно их встретить но реже в контакте или в каких-то других мессенджерах иногда и они появляются и на сайтах на сайтах крупных компаний библиотек иногда обитают такие чат боты это виртуальные собеседники которые помогают получить какую-то нужную информацию допустим о мероприятиях в библиотеке о какой-то выставке там некоторые чат боты например умеют там как-то книжки продлевать еще какие-то такие простые услуги оказывать плюс конечно здесь очевиден что экономия экономится время сотрудников самые частые вопросы переходят на чат ботов которые дают стандартные быстрые ответы и можно обращаться 24 часа в сутки и получать быструю информацию это тоже большой плюс ну вообще как их можно использовать в библиотеке вот я посмотрела как их используют собрала такой небольшой списочек например если вас много филиалов сети библиотечной то чат бот подскажет как найти ближайшую библиотеку график работы список услуг библиотеки список мероприятий допустим на неделю можно более сложные варианты допустим подбор литературы тоже будет как квест такой выбираешь там свои предпочтения а вот теперь рекомендует какую-то книгу допустим так ну и естественно викторийные квесты с помощью чат ботов создаются и даже виртуальные экскурсии чтобы далеко за примерами не ходить я вам сейчас ссылочки отправлю на экране вам сейчас будет видно моя кухня вот давайте в чат отправлю ссылки чтобы вы могли слушая меня по ссылкам походить это примеры чат ботов ну первый чат бот который я отправила это библиотека российская государственная для молодежи чат бот в телеграме я вам дала ссылку на демонстрацию чат бота как они его рекламируют на ютубе вот такой у них бот который помогает показывает афишу отреза новости часы работы и тому подобное еще возможно создавать ботов например для проведения экскурсий это такой ноу-хау я вам отправила в чат две ссылочки это две экскурсии боты экскурсоводы первая эта экскурсия по нижнему новгороду вторая по твери была еще совершенно замечательная по москве но к сожалению сайт сейчас недоступен с этой экскурсии она очень красочная прямо на сайте вот эти экскурсоводы насколько поняла работают в телеграме но там вот у нижнего новгорода есть выход еще и на вконтакте то есть можно сейчас походить по ссылочкам посмотреть если они вас но они должны работать я их проверила все в порядке можно пока по ним погулять посмотреть как это все смотрится как это выглядит чаще всего чат-ботов используют в качестве викторины то есть проверки знаний какие-то тесты не несложные придумывают но вот как вариант частный экране перед вами вот как раз я думала на примере чего взять рассказывать о чат-ботах на его ты выбрала как раз викторины и тесты потому что это пригодится и учителям и библиотекарям но и на их примере проще всего объяснить как работает чат-бот и как его конструировать если с этим разберемся то потом уже можно с этими знаниями уже создавать любые чат-боты и экскурсоводческие какие-то другие более сложные варианты я собрала несколько сервисов бесплатных которые помогут ну даже не имея никаких навыков особых спрограммировать и первых чат-ботов давайте посмотрим на них первый примерчик это сервис называется акваунтед это сервис для создания викторин как который имитирует чат-бот ну как будто вы общаетесь с собеседником вот пожалуйста ссылка на мою работу что у меня получилось и так возвращаясь к презентации давайте смотреть сервис как вы видите англоязычный но очень простой если вы хотите очень быстро и просто создать что-то похожее на чат-бота то вот этот сервис пожалуйста он конструирует чат-ботов для сайтов то есть вы можете этого чат-бота подселить на сайт правда он будет отображаться вот именно как чат-бот в правом нижнем углу если но можно его и вот прямо вставить на сайт и блог прямо вот в середину поста в середину какой-то страницы просто надо воспользоваться генератором кодов и такая опция тоже возможно ну давайте посмотрим как это все работает регистрация конечно в этом сервисе конструктор выглядит очень просто здесь всего три вкладки гритин синенькая сейчас нажатая questions вопросы и settings настройки гритин это приветствие то есть здесь мы прописываем как будет называться наша викторина какое-то приветственное слово которое вначале будет викторины и прощальное слово в конце сохраняем и переходим к следующему этапу непосредственно к самим вопросам вопросы здесь очень простые вопросы несколько вариантов ответов причем здесь как мы видим не отмечается какой ответ правильно какой неправильный это все прописывается в разделе респонс обратная связь то есть буду в обратной связи мы как раз и пишем ответ верный или ответ неверный ну а дальше переходим к следующему вопросу здесь и все автоматически настраивается то есть здесь нет такой вот разветвленной системы здесь просто тебе сообщают что ты ответил неверно плюс здесь можно вместить какую-то дополнительную информацию в поле помещается до 200 символов то есть можно еще плюс к тому что сообщаем правильно или неправильно можно еще дополнительно какие-то сведения сообщить по этому вопросу такую познавательную страничку сделать но сохраняем это все и переходим к следующему вопросу внизу кнопочка это анса зелененькая означает добавить правильный новый ответ новый вопрос новый ответ обязательно каждый вопрос приходится вручную сохранять часть кнопочку там вот таким образом конструируются вопросы ну и на последнем этапе настройки здесь настраивается фон шрифт кнопки шрифт на кнопках фон для кнопок и тому подобные вещи по умолчанию все будет в серых тонах если хотим раскрасить то есть палитра можно выбрать из этой палитры подходящий вариант обязательно нажимаем на кнопку сейв сохранить ну и дальше получаем вот такую вот страничку где можно через кнопочку шея получить ссылку а через кнопочку скрипт получить код чтобы устроить этот конструктор на свой сайт или в свой блог это совершенно бесплатная конструкция совершенно бесплатный сервис без ограничений работает здесь все достаточно просто буквально вот но не в три клика но достаточно быстро можно создать такого простого чат бота и попробовать викторину с его участием вот несколько слов об этом сервисе перепрыгнула я вебинар пока сообщений не видно вот вопросов значит тогда переходим к следующему если нам все таки нужно что-то посложнее то есть хочется разветвленную структуру то есть в зависимости от того как отвечает игрок будет следующий вопрос предлагаться если он ответил верно будет такой вопрос если неверно то другой вопрос вот такую более усложненную конструкцию если мы хотим то переходим более серьезным конечно инструментом русскоязычный отечественный сервис борис бот он называется очень известный о нем очень много говорили очень много писали я вам две ссылочки сейчас в чат отправлю первое ну там все подписано и прокомментирую сейчас первое это викторина квест так называемая там вы до конца пока не пройдете все до конца не узнаете правильно вы отвечали или неправильно в конце вам предложат написать адрес электронной почты чтобы вам выслали ваши правильные ответы и ваш результат ну поэтому квест если вы хотите сразу получать информацию о том правильно вы ответили или нету тогда вариант 2 этот тест ну это я взяла готовые шаблоны и на их основе попробовала сконструировать бориса сразу скажу скажу про тариф который здесь присутствует бесплатный тариф здесь ограничен тем что с одним чат-ботом может одновременно работать не более 20 игроков вот то есть если 21 зайдет он уже не сможет попасть на чат-бота вот это единственное ограничение все остальное в бесплатном тарифе есть достаточно демократично можно создавать без ограничений чат-ботов использовать их своих личных целях и профессиональных задачах давайте посмотрим на какие здесь предлагаются шаблонов шабло шаблоны шаблонов здесь достаточно много 28 большая часть здесь конечно для бизнеса если так посмотреть тут и кофейни и недвижимости магазин одежды но есть и образовательный вот например вверху верхней строчки есть квест-бот вот та самая первая ссылка дальше и если чуть ниже опуститься там можно найти например вот этот тест о котором я вам говорила суку послала и появилось два новых шаблона один бот помощник по библиотеке который как раз для библиотечных целей можно использовать и бот-экскурсовод там для примера шаблон экскурсия по тбилиси но вместо тбилиси можно взять любой другой город и использовать шаблон шаблонами работать конечно проще потому что внутри уже все прописано вот так например выглядит конструктор изнутри то есть здесь мы видим блоки отдельные между собой они соединены вот такими вот линиями и здесь понятно из какого блока куда идет это вот по моему как раз экскурсовод у нас представляется рассказывает о себе и дальше пошла история этот вот опускается еще ниже ниже здесь достаточно разветвленный конструктор когда мы открываем шаблон нам остается только редактировать содержимое стирать текст вписывать какой-то свой дополнительно можно добавлять сюда смайлики и еще добавлять сюда картинки и видео для красоты ну давайте посмотрим как это работает ну вот с конструктором здесь понятно да просто стираем добавляем если мы хотим что-то свое создать либо шаблон модифицировать либо вообще с нуля создать то давайте на это посмотрим и так допустим я с нуля решила есть такой вариант начать с нуля вот первый блок создается автоматом как правило это бог просто с каким-то текстом это как правило информационная какая-то вещь где вот представляется предлагает какие-то ну в общем приветственный блок скажи назовем его так вот если мы нажмем на кнопочку который рядом с надписью открытый текст вот стрелка которая вниз показывает вот то у нас откроется весь список блоков которые мы можем вставлять в нашего чат-бота список здесь довольно большой он весь на экран не поместился вот самые основные варианты но нам собственно говоря и пригодятся как раз те которые находятся вот в первой части этого списка и так я немножко про каждого расскажу что блок какой означает открытый текст это информационный блок где мы просто даем какую-то информацию объясняем какой-то факт какое-то приветственное слово или наоборот прощальное слово пишем вот он не требует ответов либо иногда мы можем написать вот может написать напишите любое слово чтобы продолжить тоже используется блок с открытым текстом дальше если мы даем выбор нашему игроку это для этого используется либо кнопки 2 либо кнопки multiple ну то есть если один вариант ответов то это просто кнопки а если несколько правильных ответов будет то это кнопки multiple дальше тайм-аут это тоже текст но с задержкой во времени это информация которая не требует ответа мы можем через тайм-аут давать какую-то большую информацию то есть чтобы она выдавалась не сразу большим блоком а с небольшой задержкой по времени маленькими блоками чтобы было удобнее читать с экрана например дальше что здесь еще нам может подойти блок оценка это когда мы даем возможность оценить работу бота это обычно в конце дают оцените для викторины может это не пригодится а в принципе для организации например каких-то других ботов можно использовать дальше есть еще хороший блок предсказуемый вопрос вы задаете вопрос где нужен ну предсказуемый правильный ответ то есть вы спрашиваете например сколько будет 2 плюс 2 ну естественно правильный ответ будет 4 вот текст пользователь должен ввести вручную что как можно такой блок использовать ну например можно делать так подсказки вот в одном из ботов у меня там в начале есть такая такой блок когда если ты не знаешь ответ напиши слово подсказка это тот самый предсказуемый вопрос то есть участник пишет слово подсказка ему выпадает блок с открытым текстом или текст задержкой по времени где дается подсказка которому поможет на этот вопрос ответить ну и блок карусель это больше конечно для коммерческих ботов он показывает набор картинок заголовками описаниями из которых надо что-то выбрать ну тот же даже викторины только выбираем уже из картинок все остальные блоки они уже коммерческие о них говорить особо не придется там их довольно много их больше 30 в этом конструкторе ну как я уже сказала выбираем вот наверное из первых рядом с каждым блоком стоит значок вопроса это подсказка которая поможет вам сориентироваться если вы что-то забыли и запутались ну и дальше если вы создавали когда-то ментальные карты рисовали там блоки друг и соединяли их линиями то примерно чат-бот парис бот это примерно то же самое то есть рисуем тоже такую ментальную карту но которая напоминает диалог открытый вопрос у нас есть какое-то приветственное слово и дальше у нас предлагается щелкнуть по этому блоку предлагается несколько кнопок создать новый блок перейти к какому-то блоку уже созданному или выполнить действие вот эти три кнопки и рассмотрим ну например создать новый блок соответственно это создать второй какой-то блок и они тоже свяжутся между собой линиями перехода к блоку это когда вы соединять будет блок не новый а какой-то уже из ранее созданных для этого выбираем переход к блоку выполнить действие эта кнопочка нужна для начисления баллов например если у вас викторина или какой-то тест и так ну например и создаем мы новый блок например связываем уже два блока между собой нажали на кнопку выбрать блок на список всех созданных ранее блоков нам остается из этого списка выбрать тот который нам необходим и линиями они тоже соединяться между собой ну по сути вот викторина изнутри будет выглядеть вот таким образом то есть у нас есть вопрос вот например блок 13 у меня варианты ответов и от каждого варианта ответов идет новый блог в зависимости от того как отвечает человек если ответ верный то будет один вариант ответа я вот танцующие девочки будут обозначать у меня правильный ответ дальше если ответ неверный то соответственно потянется какому-то другому блоку неправильному ответу либо к блоку с подсказками и вот такая вот разъединенная структура получается на практике мы выбрали блок кнопки написали вопрос добавили кнопочки и на каждой кнопке написали варианта ответов теперь от каждой кнопки у нас появляются новые плюсики и мы от каждой кнопки начинаем тянуть новый блок и вот таким образом мы ветвим нашу ментальную карту он же chatbot соединяем между собой блоке как работает блок добавить баллы выбираем опцию выполнить действия из списка выбираем баллы ну и соответственно вот рядом с каждым блоком появились баллы плюсика мы добавляем балл минусом убираем то есть правильный ответ у нас будет пушкин мы добавляем один балл минусуем соответственно остальные все ответы и дальше через плюсики опять добавляем новые блоки и вот таким образом у нас структура становится очень ветвящаяся если вас не пугают такие вот закоулки если вам нравится вот такие структуры выстраивать то можно с нуля это попробовать если сложновато то лучше взять уже готовый конструктор и там внутри попробовать дальше я уже сказала что каждому блоку можно добавить какие-то дополнительные вещи например картинки и видео для этого есть кнопочка с изображением скрепки она вверху расположена справа через эту кнопку мы можем загрузить картинку через опцию файл кстати через файл можно грузить не только изображение можно добавить с компьютера например текстовый файл с какой-то подсказкой либо справочной информации он будет прикреплен прямо вот внутри викторины и видео видео загружается по ссылке из ютуба или с компьютера с компьютера ограничения есть до 64 мегабайт по моему дал должен весить этот видеоролик вот после того как мы все добавили здесь на пустом месте вместо пустого места появится либо картинка либо видео то что мы добавили ну и таким образом и каждому блоку можно дополнить на какие-то иллюстрации добавлять когда мы создали нашу ветвистую структуру обязательно нужно протестировать в правом верхнем углу будет кнопка тест мы на нее нажимаем и просматриваем чат бота и смотрим как он работает как узнать что какая то есть ошибка если чат под завис то есть нам нужно пройти по всем кнопкам понажимать все кнопки попробовать все опции может быть несколько раз запустить этого бота чтобы все точно проверить если на каком-то участке пути под завис но не работает то есть что-то пишет но ничего не появляется это длится довольно долго это значит что какие-то блоки между собой не соединены линиями нужно вернуться назад еще раз все линии отследить и проверить что не так вот если тест показал что все хорошо то мы можем настроить нашего бота то есть выбрать персонажа аватарку добавить фон и выбрать для чего нам нужен бот сразу скажу что бесплатно боты создаются для телеграма для контакта и для веб-сайта остальные мы видим что вот вот запон платный к сожалению будет но вконтакте и telegram хорошо поддерживать я создаю бота для сайта поэтому я выбираю окошечко дизайн веб-бота то есть вот это бота который для на сайте будет у меня мне предлагают картинку загрузить я ее загружаю с компьютера есть возможность выбрать динамический фон из библиотеки например то есть когда он будет там переливаться двигаться вот такой я решила что это отвлекать внимание поэтому не стала дальше можно выбрать аватар пота по умолчанию он будет будет борис логотипчик этого сервиса но я загрузила свою картинку она стала аватаркой выбрала ей цвет голубенький ну или дополнительно можно шрифт настроить выбрать список небольшой но можно выбрать подходящий вот настройки готовы дальше нам остается только получить код чтобы встроить этот этого пота либо в контакт либо в telegram либо на сайт вот ну чтобы на сайт встроить я нажал на кнопку настройка виджета и выбрала опцию блок на странице то есть я хочу чтобы у меня этот вот появился прямо на странице него вот здесь как здесь в правом нижнем углу а конкретно прям вот в середине текста какого-то поэтому я выбрала блок на странице получила код вот он внизу здесь я его скопировала и вставила на сайт что касается контакта и telegram соответственно нажимаем на эти кнопки получаем какие-то коды дальнейшие указания что с ними делать куда вставлять и как этого бота селить в мессенджер дух вот в общих чертах про бориса пожалуй все что я хотела рассказать вот пожалуйста его тарифные планы бесплатно как я уже сказала до 20 пользователей одновременно но количество подписчиков на этого бота может быть безлимитно то есть если вы поселить его в telegram или вконтакте то вы можете собирать там безлимитное количество подписчиков бота вашего вот дополнительно он работает на рассылках принимать платежи и в общем делает полезное дело вот ну более серьезные тарифы они естественно платные здесь уже каждый выбирает на свой вкус что называется вот интересное занятие немножко запутанное на первый раз но с другой стороны получаются интересные вещи вот если какие то вопросы так вопросов пока нет тишина надеюсь что меня по-прежнему слышно вот звук есть хорошо отлично вот ну тогда идем дальше что же покажу еще один инструмент это уже англоязычный сервис он немножко посложнее будет называется он snatch под это онлайн конструктор для создания ботов тоже с поддержкой разных каналов тоже он поддерживает и веб-ботов и telegram и вайбер вот основные вот сап по-прежнему здесь создается платно сервис англоязычные но частично русифицированный в чем это выражается вся русификация выражается вот в таких вот надписях все на русском языке но сами шаблоны которым мы будем пользоваться они англоязычные они на русский не переведены в единственная в этом сложность и сам конструктор в отличие от бориса бота будет выглядеть немножко иначе давайте смотреть и так вот так выглядят шаблоны называется это магазин шаблонов на самом деле здесь все бесплатно и и в основном есть коммерческие вещи мы видим что тут и дантисты и фитнес и покупки и плейлисты и тому подобное вот из всех этих шаблонов меня заинтересовал шаблон который называется quiz education под он отрисован для создателей тоже викторин квестов и тому подобного игрового давайте я вам сразу отправлю чтобы можно было посмотреть как он работает так потерялась во вкладках вот ссылочка так ну давайте раскроем я как раз взяла этот шаблон и попробовал на его основе вот что у меня получилось я вам ссылку в чат правило и так вот так выглядит бот изнутри конструктор видим что здесь уже появился английский текст и сам бот выглядит немножко иначе вернее конструктор этого бота то есть здесь никакой такой ментальной карты уже не будет здесь будет таблица и каждый каждый новый шаг этого бота будет изображен в виде карточки ну первая карточка вот синенькая сейчас открыта welcome это приветственное слово то есть первый информационный блок с которого все начинается я его перевела на русский язык здесь было по-английски я просто перевела на русский и дописала вместо кнопки не помню как там называлась кнопка начать да я написала по русски кнопка старт ну а в целом оставила сообщение примерно такое же только и перевела его на русский язык под каждым сообщением мы видим вот еще такую такой код custom вар резалт ноль вот это стирать не нужно потому что здесь в этом боте идет подсчет баллов вот эти вот коды которые прописаны внизу это автоматически подсчет всех шагов которые сделал пользователь и всех баллов которые он набрал поэтому мы стираем только англоязычный текст вписываем свой ну и соответственно оставляем этот код чтобы подсчет баллов сохранялся дальше переходим собственно к вопросу это вторая карточка вот она первый вопрос first question вопросы здесь бывают двух типов вопроса открытые когда пользователь должен что-то написать и вопросы с вариантами выбора то есть предлагается несколько кнопочек на которые можно нажать на одну из которых можно нажать и в зависимости от того как вы ответили вам напишут правильно вы решили задачку или неправильно ну давайте смотреть допустим мы хотим хотим создать открытый вопрос да еще забыла сказать вот у меня в красной рамке выделены у каждой карточки есть две вкладки сообщения бота и связи вот это две важные вещи есть еще настройки автоматизации и прочее но нам здесь в данный момент осваивая этого бота нужны только вот эти две сообщения и связи это то что мы в борисе боте рисовать то есть сообщение это сам блок а связь это линия которая соединяет один один блок с другим работаем в таком порядке сначала вписываем сообщение потом устанавливаем связи в качестве связи я выбрала переход ко второму блоку вот если связь установлена то рядом с карточкой появляется зеленая кнопочка с цепочкой это значит связь установлен но здесь уже она установлена автоматически поэтому сразу переходим к первому вопросу здесь уже придется сделать самостоятельно и так допустим ну вот она кстати связь это самое которое хотела сказать что она установлена автоматически кнопка называлась let's go я ее соответственно перелом на кнопку старт вот поэтому вместо let's go я здесь тоже стираю пишу тоже старт дальше это собственно непосредственное условие на которую кнопочка на которую нужно нажать чтобы перейти к следующему блоку а дальше собственно переходим к связи а связи достаточно сложно прописано но выглядит она так если ответ на это взаимодействие содержит целое слово let's go то перейти к блоку который называется первый вопрос вот из всего этого нам нужно вот это стереть let's go и написать здесь старт чтобы все соответствовало карточки и добавить связь нажать на кнопку добавить связь и она вот таким зеленым кружочком тут же у нас появится чтобы проверить как это все работает здесь в правом нижнем углу появляется вот такой значок с синий фиолетовый круглешочек эта кнопка она всегда будет с нами и вы на любой момент создание бота можете на нее нажать и посмотреть как это все будет выглядеть в реале в натуре если какие-то проблемы то вам про это сразу покажут вот теперь переходим к вопросам непосредственно вопрос 1 открытый я вписываю сообщение бота кто автор стихотворения вопрос дописала дополнительно к вопросу здесь можно добавить медиа медиа здесь разные гиперссылка ведущая на какой-то сайт изображение загружается с компьютера аудио видео тоже грузится с компьютера или ой нет все наврала вам не с компьютера конечно же добавляется по из интернета и картинки аудио и видео добавляются из интернета как это делается нажимаем на любую кнопочку например выходим картинку добавить нажимаем на кнопку изображения появляется код и внутрь этого кода ну там будет понятно юрл это будет называться вот вместо юрл вписываем ссылку на нашу картинку таким образом здесь все добавляется вот после того как мы добавили сообщение бота переходим к самому сложному переходим к его связям связи здесь будут немножко уже другие ну во первых у нас будет не будет никакой кнопочки то есть пользователь сам будет вписывать и нам нужно прописать условную связь если ответ на это взаимодействие совпадает со словом есенин то переходим к блоку который называется правильный ответ correct answer и плюс добавляются балл в разделе ключевые слова и если ответ неверный то мы в разделе резервная связь пишем иначе то есть другом случае перейти к блоку incorrect answer неправильный ответ эти все блоки здесь есть если присмотреться в табличке они присутствуют вот корректа вот инкоррект рядом с ним вот эти два то есть мы перевели туда что называется связи отправили в эти блоки а дальше поможем их открыть этот правильный и неправильный ответ и связь установить чтобы от правильного и неправильного ответа шли связи ко второму вопросу вот таким образом немножко запутано тоже немножко может быть сложно на слух воспринимается но вот таким образом мы перещелкиваемся между карточками устанавливаем связи и смотрим появились ли зеленые значки если зеленые значки присутствуют а активном виде то связи установлены и все будет работать если у нас есть варианты с ответами ну вот пожалуйста правильный ответ здесь мы пишем молодец поздравляем совершенно верно и переводим в раздел связи что нужно перейти к следующему вопросу а это будет второй вопрос вот таким образом настраиваем правильный ответ неправильный настраивается примерно так же только вариантом пишем другое к сожалению неверно но мы перейдем все равно к следующему вопросу вот таким образом это все работает опять таки видим что здесь под сообщением бота есть еще код вот этот который подсчитывает баллы один балл здесь прописан в результатах вот таким образом мы отмечаем правильные неправильные ответы у каждого вопроса будут свои правильные неправильные ответы здесь для простоты все пронумерована вопрос 2 поэтому правильный ответ будет тоже под цифрой 2, и неправильный под цифрой 2. Если третий вопрос, соответственно, третий. Ну, викторинка маленькая, всего 5 вопросов, но потрудиться она, конечно, заставит. За 5 минут не получится. Дальше. Второй вопрос я хочу, например, сделать с кнопками. Что я для этого делаю? Пишу, собственно, сам вопрос, придумываю ответы на кнопочках. Вот они. Ну, а дальше в условных связях, в разделе связи, я прописываю, если ответ совпадает со словом Лермонтов, то это неправильный ответ. И, соответственно, перепрыгиваем к неправильному ответу 2. А если ответ будет, например, Денис Давыдов, то это будет верно. Перепрыгивать мы будем в правильный ответ 2. И вот таким образом, связь за связью, блок за блоком, карточка за карточкой, мы устанавливаем соединение. Последним блоком в этой схеме будет блок, который называется Total. Это результат. Он будет создаваться автоматически, и напротив этого блока нет активной зеленой точечки с цепочкой. Это значит, что на этом все закончится. В конце блок подсчитает автоматически все правильные и неправильные ответы и выдаст их на экране, сколько вы заработали правильных ответов. Что нам делать, если связь устанавливать не надо? Это значит, что нужно прописать этот результат. В лекторине 5 вопросов, поэтому здесь предлагается и 5 вариантов обратной связи. Допустим, 5 баллов – ты настоящий знаток, 4 – хороший результат, но есть ошибки, ну и 0, к сожалению, ни одного правильного ответа попробую еще раз. Вот таким образом мы прописываем это все вручную, а коды оставляем без изменений, чтобы автоматика все сосчитала. Ну, обязательно после того, как мы создали наше детище, опять тестируем его через вот этот вот значок фиолетовый внизу, синенький или фиолетовенький, и проверяем. Опять на все кнопки нажимаем, смотрим, есть ли связи, все ли работает, и после этого уже можно, собственно, перейти непосредственно к встраиванию. Опция называется «Каналы», вкладочка такая «Каналы». Здесь мы получаем ссылки и коды. Ну, мне нужен веб-чат, поэтому вот я нажимаю вкладку с кодом, здесь есть код «Eframe» и есть виджет. Выбираем тот вариант, который вам вставляется на ваш конкретный сайт, у меня «Eframe» работает, поэтому я беру вторую ссылку, вернее, первую, которая через «Eframe» работает, через скрипт. Дополнительно мы видим, что здесь есть возможность создавать ботов в Телеграме, в Вайбере, в Скайпе. Опять WhatsApp, он, к сожалению, платный. По тарифам здесь вот такая история. Здесь бесплатно, очень хорошие возможности, работают без ограничений, даже есть доступ к технической поддержке, но, может, это не так актуально, все-таки это англоязычный сервис, можно экспортировать диалоги, если это необходимо, делать рассылки через чат-бота. Собственно, неплохой вариант. Сложновато немножко, конечно же, на первых порах разобраться, мне тоже потребовалось время, с первым чат-ботом я провозилась, пока разобралась, что к чему. И есть небольшая инструкция к этому чат-боту, если вы заинтересуетесь, можно попробовать поэкспериментировать. На этом с чат-ботами я проостанавливаюсь и перехожу непосредственно ко второй части вебинара. Поговорим мы о диалоговых тренажерах. Они, в общем-то, на мой взгляд, родственники чат-ботов, потому что, по сути, это тоже викторины, это тоже небольшие тесты, которые имитируют беседу и помогают создавать разные сценарии развития событий. В зависимости от того, какой вариант мы выбрали ответа, в зависимости от этого будет дальше развиваться наша беседа. Диалоговые тренажеры в основном применяются в образовании для проверки знаний, для формирования каких-то навыков. Ну, в частности, вот сейчас у меня на экране, это вариант диалогового тренажера для сотрудников банка, когда они общаются с клиентом. Нужно выбрать правильный вариант ответа, ну и дальше пройти ряд таких тестов, когда вам дают ситуацию, а вы должны отреагировать на эту ситуацию. Ну, как правило, вот в таком формате они и создаются. Для создания диалоговых тренажеров не так уж много сервисов, очень много платного, конечно. Есть бесплатные варианты, я несколько подготовила. Первый сервис называется Brunch Track. Brunch Track – это сервис, созданный нашими отечественными программистами. Можно сказать, что это отечественный конструктор, но он почему-то на английском языке. Ну, вот, пожалуйста. Это викторина, которую я сделала тоже экспериментом. Это про Снежную королеву викторина. Как работает этот сервис? Нужно завести здесь аккаунт, ну и дальше начинать с нуля. Здесь особых шаблонов нет. Есть, вернее, три, но они нам, наверное, не подойдут, потому что они работают, допустим, вот как я сейчас показала, трудности с кредитной картой. Такой есть шаблон, шаблон по пожарной безопасности. И третий тоже какой-то продажный, уже не помню. В общем, в чем он заключается, но есть. Три варианта не очень подходящие, поэтому пришлось работать с нуля. Расскажу, как я это делала. Ну, во-первых, перед тем, как создать и чат-бота, и диалогового тренажера, нужно, наверное, нарисовать это на бумаге. Ну, или хотя бы просто в каком-то вордовском документе. Потому что нужно проработать все варианты сценариев, все варианты развития событий, стрелочками это представить, и уже потом это все переносить в чат-бота или в диалоговый тренажер. Потому что вот так из головы достаточно сложно сразу, особенно если структура разветвленная. Ну, вот взять для образа можно какую-то блок-схему, например, вот как русскому языку учат вот такими блок-схемами. Вот, по примеру, такой блок-схемы нарисовать. У меня получилось вот то, что получилось в правом нижнем углу. Это моя суперзапутанная блок-схема, с помощью которой я создавала викторин. После того, как она в голове у нас нарисовалась, картинка, после этого можно это притворять в реальность. Брэнч-трек, к сожалению, при всей его несложности, надо сказать, что он не очень сложный, даже если с нуля создавать. Но при всем притом, он позволяет бесплатно создать только одного диалогового тренажера. Один диалоговый тренажер, к сожалению. Можно создавать несколько аккаунтов, если он вам понравился. Почему нет? Можно попробовать еще один аккаунт, создать еще один. Еще одну викторину придумать. Итак, вначале открывается черное поле, где мы будем размещать наши блоки. Здесь примерно как в Борис-боте тоже будут блоки и тоже будут связи между ними. Здесь очень простые блоки, здесь не нужно выбирать кнопки, не кнопки. Здесь у нас дается задание, вопрос и ситуация и варианты ответов на нее. И нужно от каждого варианта ответа ввести следующий блок. Дополнительно можно начислять баллы. Итак, прописываем задание, вопрос и ситуацию, придумываем варианты ответов, а дальше от каждого варианта ответа тянем связь. Для этого нажимаем на вот эту кнопочку «Drag to link», «Тащить связь», она называется, если дословно, и тянем прямо по черному полю в любое место. Щелкаем, и у нас появился новый блок, который связан с этим вариантом ответа. Вот так примерно получается. Ну, вот, например, у меня был вопрос, кто создал зеркало, в котором все доброе уменьшалось, а все злое делалось еще хуже. Я протянула связь, не совсем верно здесь надо сказать, я протянула связь от вопроса, надо было бы от вариантов ответа тянуть, вот через эту ссылочку. Но так или иначе, вот она будет вот такой синей линией отображаться. Рядом с блоком может появиться желтый треугольник, что он означает с восклицательным знаком. Это значит, что это ветка сюжета незавершенная. То есть здесь диалог заканчивается ничем. То есть нам сервис сразу автоматом подсказывает, какая линия не завершена. То есть нам нужно здесь протянуть следующий блок и завершить этот сюжет, допустим, если мы не хотим продолжения. Вот так, допустим, от «Снежной королевы», внизу ссылочка будет «Снежная королева», я должна тянуть в другую сторону, к блоку, к другому, и дальше там будет следующий вопрос. У каждого вопроса есть настройки. Они здесь находятся с левой стороны. Вот значок с человечком, с картинкой и тому подобное. Давайте понажимаем, посмотрим на них. Что здесь можно? Ну, во-первых, здесь можно настроить обратную связь. Называется это «Месседж». Можете какую-то обратную связь прописать для ваших участников. Здесь продублированы и вопросы, и варианты ответов. Здесь все пронумеровано. Каждый блок под номером 5-6. Вот их можно здесь удалять, если они нам не нравятся. Дальше. Мы можем добавлять эмоции к блоку. Ну, это в случае, если ответ неверный, то мы можем выбрать эмоцию грустную. Если ответ верный, то, соответственно, веселенькую. Дальше. К каждому блоку мы можем присваивать баллы за прохождение. Если участник попал на этот блок и ответил верно, то плюс 1 балл ему. Соответственно, можно прописывать и минус, сколько-то баллов. Дальше. Блоки можно перекрашивать в цвета. Это удобно, например, для правильных и неправильных ответов. Правильный я окрашивала в зеленый, неправильный в красный. Ну, так мне было визуально понятно на моей запутанной схеме, что есть что. Вообще, для пользователей они этого не увидят. Это исключительно для создателей. Мы можем сразу проиграть эту сцену или превратить ее вообще в открытый вопрос. Тогда вот этих вариантов не будет. Пользователь будет просто вписывать нужный вариант ответа. Так тоже можно сделать. Это основные настройки. Из дополнительных настроек мы можем выбрать персонажа, который будет задавать эти вопросы. Если нам не нравятся те, которые здесь есть, можно загрузить своего героя из компьютера. Можно выбрать фон, на котором будут разворачиваться события. Я выбрала картинку со «Снежной королевой» и загрузила ее с компьютера. Здесь есть варианты. Можно выбрать что-то из библиотеки. В итоге у меня получилась вот такая вот запутанная схема. С флажком наверху это стартовый блок под цифрой 3. Ну и дальше пошли связи. Правильные и неправильные ответы. И таким образом у меня вот в зависимости от того, будете отвечать верно или неверно, порядок вопросов у вас может быть разный. У меня там своя определенная логика в этой викторинке была. Над каждым вопросом прописано плюс или минус. Тоже можно очень легко проверить, все ли мы настройки выполнили. Если над каждым блоком есть плюс и минус, и баллы начисляются, значит все работает, все хорошо. Через кнопку «Превью» мы можем посмотреть, как это в итоге все смотрится. У меня в блоках не написано напрямик, правильно ты ответил или неправильно. Но сбоку, с правой стороны будут начисляться баллы. Вы можете посмотреть, если плюс 1, значит ответ верный, если минус 1, неверный. Но это был мой тренировочный диалоговый тренажер, поэтому я вот так попробовала. В будущем немножко по-другому сделаю. Дальше. Что еще можно сделать с блоками? К блокам можно добавить информационные какие-то материалы через загрузку. Кнопка называется «Задачмент». Она находится с левой стороны конструктора. Сначала мы загружаем их с компьютера прямо вот в эту вкладку, а потом просто мышкой перетягиваем на нужный блок, который нам необходим. Это могут быть файлы объемом, сейчас посмотрю, сколько у меня где-то написано, до 5 мегабайт. Это может быть файл, который вы прикрепляете, и пользователь может его открыть, почитать, посмотреть. Точно так же можно загрузить и видеоролик. Размер видеоролика до 64 мегабайт. На бесплатный тренажер дают объем памяти 100 мегабайт. То есть вот в рамках 100 мегабайт мы можем располагать и прикреплять дополнительные материалы. Что еще можно сделать? Еще можно пригласить соавторов для работы над диалоговым тренажером. Правда, соавторы, приглашаем их по электронной почте традиционной, через кнопочку, которая в самом низу находится, и через нажатие кнопки «Инвайт». Но они не смогут редактировать, как вы. Они смогут только давать вам комментарии. Вы по ходу, вот как раз в этой вкладке с комментариями, их увидите. Все полезные советы, которые вам будут давать ваши соавторы. Регистрироваться соавтором не нужно, вернее, не обязательно. Они могут комментировать, просматривать вашу викторину и давать какие-то ценные замечания по ходу. Ну, а вы уже будете их притворять в реальность. Далее. Что еще? Еще здесь можно озвучить. Можно загрузить уже заранее записанный звуковой файл и прикрепить к разным блокам. Один блок – одно вложение. То есть либо вы загружаете голос, либо вы загружаете какой-то файл. Единственное ограничение здесь на все, про все дается только 5 минут бесплатной озвучки. То есть это какие-то очень маленькие комментарии и замечания. Может быть, даже они и не пригодятся. Но такая опция все равно здесь присутствует. В заключении, когда у нас тренажер созданный, он работает, мы посмотрели, все кнопочки активные. После этого мы можем брать на него ссылку, код, делиться и в социальных сетях, и в блоге, и на сайте, так как считаем нужным. Вот такой вот он бренч-трек. Но что могу сказать? К сожалению, ограничения всего один – это маловато будет. Хотя довольно интересный тренажер. Мне конструктор понравился. Если посмотреть на более бесплатные варианты, то давайте посмотрим на вариант, который называется Core. Core – это конструктор для создания интерактивных уроков и интерактивных рабочих листов. Так, вопросов я пока не увидела. Значит, возвращаюсь обратно к своей презентации. Итак, ну, может быть, вы работали с Core. Может быть, знаете, что это такое. Это платформа отечественная, которая позволяет создавать курсы, учебные уроки, интерактивные рабочие листы, викторийные опросы и тому подобные вещи. В том числе они предлагают шаблоны для создания диалоговых тренажеров. Вот так он выглядит. Выбираем создание нового урока. Получаем вот такую белую пустую страничку. И из раздела «Шаблоны» выбираем шаблон «Диалоговый тренажер». Мышкой его переносим в новую страницу и начинаем редактировать. Нажимаем на кнопку соответствующую. И получается у нас вот такое начало. Пустая белая страница, на которой мы начинаем создавать блоки. Блоки здесь называются экранами. То есть это части нашего диалогового тренажера, которые будут между собой связаны определенным образом. Есть два вида экранов – диалоговый экран и информационный экран. Ну и название понятно. Диалоговый служит для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы. Информационный экран – это просто текстовая информация и обратная связь. Например, правильно ответил игрок или неправильно. Либо прощальная информация, либо дополнительная какая-то информация. В общем, так, как вы считаете нужным. К каждому блоку мы можем добавить изображение. Это последняя кнопочка с правой стороны. Сервис отечественный, поэтому здесь все на русском языке, и достаточно просто с этим разобраться. В самом начале вы можете сразу прописать минимальное количество баллов для успешного прохождения задания. Например, если у вас предполагается 20 вопросов, и за каждый по один балл вы начисляете, то здесь нужно прописать, сколько баллов нужно, чтобы пройти успешную викторину, получить зачет. Делаем зазор. Допустим, половину достаточно. Прописываем 10 баллов, например. Или другую цифру, какую вы считаете нужным. Ну, а дальше переходим к конструктору. Первый блок, как правило, это информационный экран с каким-то приветствием и с заданием, ну, с описанием задания, что нужно делать. Вписываем вопрос. Вопрос можно форматировать. Здесь выбор начертания наклонного, допустим. Можно цитаты оформлять, смайлики вставлять и добавлять гиперссылки прямо внутрь этого текста. Значок с цепочкой для этого есть. А дальше мы нажимаем на кнопку «Адрес кнопки» для того, чтобы установить связь, куда должна ввести кнопка «Далее». Дальше нам будет выпадать список, из которого мы будем выбирать следующий экран, либо информационный, либо диалоговый. Ну, вот у нас второй экран. Это экран уже диалоговый. Вы можете сразу создать все экраны, а потом начать их связывать между собой. Либо вы можете по очереди это делать. Экран и связь. Если нажать на кнопочку «Добавить экран», у вас спросят новый добавить или связать со старым. Поэтому можно делать это и сразу все экраны, и по очереди, как считаете нужно. Я делала по очереди, мне так больше нравится. Диалоговый экран. Здесь мы вписываем вопрос, варианты ответов. На каждый ответ начисляем баллы. Если верный, то, соответственно, плюс. Если неверный, то, может быть, минус, либо ноль. Дальше. А напротив каждого варианта ответа мы видим переход к следующему экрану. Точно так же связываем блоки между собой, как это было в предыдущих конструкторах. Только выглядит это немножко по-другому. Следующий экран, скорее всего, будет информационным, потому что нам нужно дать обратную связь по каждому вопросу. И как минимум этих информационных экранов будет два. Один для правильного ответа, другой для неправильного. Ну вот, например, правильный информационный экран. Молодец, ты ответил. Верно. Сюда можно вписать еще дополнительно какую-то информацию. Кстати, здесь нет ограничений по тексту. То есть вы можете достаточно большой объем текста сюда вписать, какую-то справочную информацию дополнительную сделать. Ну и дальше. Опять нажимаем на значок с кнопочкой. И выбираем, либо это будет новый экран, либо это уже какой-то созданный экран будет, либо это вообще будет конец игры. Конец игры – это последний экран, на котором все закончится. Его вообще не нужно редактировать. Там будет просто счет, который автоматически сосчитается в конце. Все остальные экраны мы делаем вручную. Это у нас был, допустим, правильный. Точно так же мы создаем экран с неправильным вариантом ответа и тоже переадресуем его, например, к новому вопросу какому-то. Ну вот, например, у меня уже создано несколько экранов было. И вот, допустим, если вариант Достоевский, то перебрасывается на правильный ответ. Если, допустим, вариант будет горький, то будет перебрасываться на экран номер 4. К сожалению, неверно. Ну, а от этих двух экранов дальше будет переход к экрану диалоговому, кто автор романа «Война и мир». И вот таким образом цепляем экран за экран, и получается у нас диалоговый тренажер. На выходе, когда у нас вот так все создано, мы, естественно, протестируем, посмотрим, как это все работает. И после этого мы можем этот урок, ну, это называется урок в данном случае, мы можем скопировать на него ссылку и ссылкой поделиться, либо отправить другим учителям. Если вы на этой платформе работаете, сотрудничаете с другими учителями, вы можете им отправить ссылку, они смогут сделать копию и переделать ваше творение. В диалоговом тренажере есть три варианта. Ученики, если заходят, их могут попросить зайти через свой аккаунт, представиться, либо пройти без аккаунта. Пройти без аккаунта – самый простой вариант. Единственное, что попросят там фамилию, имя ввести. Ну, поскольку это платформа учебная, она собирает для вашего личного кабинета статистику. Вы сможете потом узнать, кто у вас заходил в ваш диалоговый тренажер, как отвечал и что делал. Забыла вам совсем ссылку кинуть на этот тренажер. Давайте в догонку эту ссылку вам отправлю. Тренажер еще не мой, потому что я еще не… вернее, у меня такой эксперимент, что он пока не завершен еще с этим сервисом. Ну, вот я дала вам ссылку на другой, чтобы вы могли посмотреть, как это работает. Что осталось добавить? Сервис бесплатный, работает без ограничений, на русском языке, так что можно пользоваться. Очень интересно получается. И еще один сервис, который очень похож на предыдущий, называется онлайн-тестпэд. Это известная платформа. Я планировала проводить вебинар по этому сервису. Он позволяет создавать разные викторины, тесты, кроссфорды, разные интерактивные задания. И в том числе есть у него раздел «Диалоги», где собраны шаблоны, вернее, это не шаблоны, а уже готовые тренажеры. Вот как раз ссылочку на них я вам сейчас в чат и отправила. Можно посмотреть, как они сделаны. Более того, их можно даже переделать для себя, если вы зарегистрируетесь в сервисе, и попробовать создать что-то свое. Либо с нуля, либо вот с такого шаблона. Здесь очень много работ на русском языке. Сервис русифицирован, хотя он и не наш, и не отечественный, но переведен на русский. Чтобы создать что-то, выбираем из диалоговых тренажеров, я имею в виду, нажимаем на значок своей аватарки и выбираем опцию «Диалоги». Что у нас здесь? Ну, здесь тоже конструктор немножко отличается. Они все друг на друга очень не похожи. Ну, давайте по порядку. Начать нам предлагают с настроек. Есть основные настройки, включая те, которые нам необходимы. Показывать количество баллов, показывать достижения, разрешить комментарии. Если какие-то опции не нужны, просто закрываем их. Дальше. В разделе «Оформление» мы можем выбрать персонажа, который будет у нас участвовать в диалоге. Он будет базовый, то есть менять их нельзя. Если вот в бренч-треке мы выбирали персонажа, его можно было менять. И фоны, и персонажи, они там менялись. То есть здесь базовый фон для всех сцен и базовый персонаж для диалога. Ну, у базового персонажа можно выбрать несколько вариаций. Там выбор эмоций доступен. Повеселее, погрустнее. Там несколько модификаций вот этой девочки, например, там присутствовало. Убираем их. Дальше. Если у вас предполагается, что участники будут получать какие-то достижения, ну, например, если они наберут там 10 баллов, то у них будет там достижение мастер, если 5 баллов, то там средний уровень, то вот во вкладке достижения их можно прописать. Эти самые достижения. Дальше. Доступ к диалогу. Выставляем, что неограниченный доступ, но если хотим, мы можем ограничить или по IP, или по Куки. Ну, и последняя оценка. Это то, что будет выводиться на итоговом слайде, на итоговом экране. Если нам нужно, то мы подключаем опцию оценка, чтобы считались баллы, и дальше пользователь оценивался бы. Ну, а дальше приступаем к работе. Я увеличила чуть-чуть конструктор сам, и вот так по порядку мы начинаем переходить между кнопочками. Следующая кнопочка – начальная сцена. Это стартовый экран, на котором мы вписываем инструкцию, какие-то указания. Кнопка «Далее» уже присутствует. Вот. И после этого переходим к следующей сцене. Это вкладка «Сцены». Сцены здесь бывают трех типов. Ответы, достижения и текст. Ну, очень похоже на кор, если вы обратите внимание. Ответы. Это тот самый диалоговый экран. То есть здесь настраиваются реприки, из которых участник должен выбрать тот вариант ответа, который ему нравится. Ну, а текст, текстовый экран – это то, где вы даете просто какую-то информацию. Это может быть обратная связь, там какое-то приветствие, справочная информация, все что угодно. Дальше. Ну, и, например, экран с достижениями – это итоговый экран. Я уже говорила о том, что если вы прописали достижения, то вы можете экраны создать для мастера, для новичка, для среднего уровня и создавать сцены. Вот именно такие финальные помогают конструктор достижения. Ну, а дальше мы начинаем точно так же, как в предыдущем сервисе, чередовать текстовые ответы и тексты. Ну, вот в данном случае у меня, допустим, текст сейчас. Просто вводим фразу, можно немножко ее отформатировать, пожирнее, наклоннее, какой-то список создать и так далее. Дальше. Ну, вот она же в редакторе. Сцена номер первая, на которой я буду какое-то приветственное слово писать. Для того, чтобы мне было понятнее, ее лучше назвать как-нибудь. Ну, и, соответственно, вписываем сам текст. Обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить», чтобы сцена появилась у нас в нашем конструкторе. Дальше. Следующая сцена у меня будет с вопросом и с вариантами ответа. Вот так выглядит редактор. Вписываем вверху вопрос, внизу варианты ответов. Начисляем количество баллов напротив каждого. Обязательно сохраняем. И нажимаем на «Плюс», чтобы перейти к следующей сцене, к следующему экрану. Опять-таки, лучше перед тем, как все это конструировать, нарисовать на бумаге весь сценарий, чтобы наглядно представить, как это все будет смотреться. Дальше. После того, как мы насоздавали всех экранов, все ветки сценариев прописали, мы переходим во вкладку, которая называется «Настройки». И там в «Настройках» мы будем рисовать связи. Ну, как в «Ментальной карте». Мы вытаскиваем первую сцену через кнопочку «Добавить сцена». Вот она у нас здесь появилась. У нас там три варианта ответа. Один правильный, остальные два неправильных. Мы вытаскиваем два блока. Правильный и неправильный. Я вам говорила, что нужно пронумеровывать сцены. Это очень полезно будет в данном случае, чтобы мы не перепутали ничего. Вот у меня правильный ответ один и неправильный ответ один. Я просто мышкой здесь, щелчком мышки тянем линии между блоками и рисуем вот эти синенькие линии. Но они сначала будут черные, потом станут синими. И дальше от каждого правильного и неправильного ответа введем к следующей сцене тоже линии. По одной сценке добавляем и рисуем между ними связи. И получается вот такая вот разветвленная у нас ментальная карта. Обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить», чтобы ничего не потерять. И смотрим, что получилось. Просматриваем готовый наш тренажер. В заключении переходим в раздел «Дашборд». Это самая верхняя кнопочка в редакторе. Здесь у нас ссылка на наш конструктор «Виджет». «Виджет» – это для встраивания на сайты и в блоге. Чтобы его создать, нажимаем на кнопочку «Создать виджет». Обязательно перед тем, как получать ссылки и виджеты, статус диалога выставляем не закрытый, а открытый. Нажимаем на кнопку «Открыть», чтобы все смогли увидеть. И после этого берем ссылки и коды. Ну и можно дополнительно добавить обложку. Здесь же вы можете посмотреть статистику, результативность прохождения вашего диалогового тренажера. Для этого есть дополнительные вкладочки в самом низу. Сервис бесплатный, позволяет создавать неограниченное количество тренажеров. Единственное, здесь очень много рекламы. Она по бокам будет отображаться, она будет навязчивая, она будет иногда мешать. Это, к сожалению, такая вот настройка. Однако, если вы виджет возьмете и вставите на свой сайт или в свой блог, то, естественно, рекламы там уже не будет. Вот такой вот небольшой недостаток у этого сервиса. Ну, то, о чем я рассказывала сегодня, это все называется одним словом «ветвящиеся сценарии». То есть это когда мы рисуем такую ветвистую структуру, на которой в зависимости от того, какой вариант ответа выбрал участник, дальше будет развиваться сюжет в зависимости от его выбора. На самом деле, создатели онлайн-сервисов некоторых пошли еще дальше. Они предлагают создавать целые курсы на основе вот таких ветвящихся сценариев. То есть не просто чат-бота или диалоговый тренажер создать, а целый учебный курс создать по принципу вот такого альтернативного выбора. Когда в зависимости от того, что мы выбираем, мы исследуем определенную область знаний. Это мой любимый сервис УТОБА. Я хотела закончить свой рассказ именно этим сервисом, потому что он дает действительно очень хорошие возможности для создания таких ветвящихся сценариев. Вот, пожалуйста, ссылка на этот сервис. Например, англоязычный, но там все достаточно понятно. Искусство Европы. Что это такое? Это учебный курс. Это не просто викторина, не просто тест. Это настоящий учебный курс, в который можно вставить разный контент. Вот так выглядит конструктор. Он, к сожалению, на английском, хотя здесь все достаточно понятно. Внутрь курса можно вставить презентацию, курс, презентейшн, текст, картинку, интерактивный плакат, он же имидж, ходспотс, интерактивное видео и обычное видео. Просто мышкой тянем нужный вариант в поле, в пустое. Ну и дальше его редактируем. Например, я хочу вначале вставить какой-то текст, какой-то, допустим. Я выбираю эту кнопочку и тащу ее в центр экрана. Вот, пожалуйста. Приглашаю в мир литературы, предлагаем выбрать, что бы вы хотели узнать из литературы. Вот, это наш будет стартовый блок, с которого все и начнется. А дальше нам нужен альтернативный выбор. Для этого существует синенькая кнопочка, она в самом низу. Branching questions она называется. Ну, я бы это привела как вопрос, требующий выбора. Ну, как-то так. Мы точно так же мышкой перетаскиваем и вот вставляем к плюсику туда. Прибавляем, получается у нас связь. И сразу открывается это альтернативное окошко, чтобы мы вписали эту альтернативу. Вот, пожалуйста, branching questions. О каком направлении литературы вы бы хотели узнать? И дальше у меня предполагалось два варианта ответа. Сентиментализм, классицизм. Вот. Две альтернативные реальности. Ну, а дальше, как вы понимаете, от каждого ответа мы тянем новые блоки. От сентиментализма сценарий уйдет в одну сторону, от классицизма в другую сторону. Вот, пожалуйста. Эти связи тут же сразу же рисуются. Здесь вручную рисовать не придется. Они сразу вот альтернатива 1, альтернатива 2 появились на экране. Допустим, если у меня есть презентация про сентиментализм, я ее мышкой переношу вот сюда в экран, и она у меня встает под первую альтернативу. Создавать заранее ничего не надо. Презентация создается прямо здесь и сейчас, прямо внутри сервиса. Так, я не сделала скриншот, к сожалению. Но открывается окошко для создания презентации, и мы прямо тут же в конструкторе создаем презентацию. Ну, а дальше нам нужно настроить переход к следующему блоку. Что мы хотим сделать дальше? Ну, посмотрел он презентацию. Кстати, в той презентации можно вмонтировать вопросы-ответы. То есть здесь тоже присутствуют викторины, их можно использовать. Посмотрел он презентацию, ответил на вопрос, а что дальше? Например, мы хотим его вернуть назад, где мы задавали вопрос, и чтобы он выбрал какое-нибудь другое направление литературы для изучения. В другую альтернативную реальность ушел. Для этого нам нужно настроить этот переход. Это делается внизу. Вот у меня была вверху презентация. Я опускаюсь чуть ниже и нахожу там настройки. И там два сценария. Либо перепрыгнуть в другую ветку, jump, то и надо, branch. То есть перепрыгнуть в какому-то другому блоку. Либо вариант custom end сценарио. End – это конец. То есть все, на этом закончить. Ну, изучила он сентиментализм, ответила на вопросы. Молодец. История закончена. Я выбрала, например, перепрыгнуть на другую ветку. И дальше у меня выбирают, выдают список всех возможных блоков, куда бы я хотела перепрыгнуть. И вот я выбираю. Либо я возвращаюсь к вопросу, либо я вообще в самое начало возвращаюсь в первый блок. Выбираю списка, и эти связи у меня тут же будут отображаться, когда я нажму на кнопку «Готово» или «Сохранить». Вот таким образом здесь можно прыгать между блоками от одного к другому, прописывать разные сценарии. Далее. Если я выбрала вариант «Окончание», все, конец сценария, то здесь мне предлагают написать обратную связь, что в конце должно появиться. «Фидбэк тайтл» и «Фидбэк текст». Здесь заголовок, а здесь текст. Прописываю. Например, «Благодарю за изучение материала, какие-то хорошие слова пишу, может быть, дополнительную информацию, может быть, картинку добавлю и сохраняю». То есть, по сути, это уже не викторина, и не диалоговый тренажер, и не чат-бот. Это уже что-то большее. Это уже получается целый учебный курс, из которого участник может сам выбирать материалы, сам их изучать в любом порядке. И вы за этим сможете следить, потому что у сервиса «Одобо» есть обратная связь, есть статистика по просмотрам, посещениям. И все это можно будет отследить. Ну, вот, например, у меня получилось вот так. Если у меня дальше предполагается переход к другой ветке, то рядом с блоком у меня появляется вот такой вот значок с красными стрелочками. Это значит, что после того, как пользователь познакомится с материалом, его вернут на какую-то другую ветку. Если конец сценария, то рядом будет красный флажок. Это значит окончание сценария. Вот, это очень простой сценарий на два разветвления. На самом деле их может быть намного больше, этих разветвлений в разные стороны, и эту линию можно продолжить до бесконечности. Вот. Это, на самом деле, я так понимаю, довольно сложный конструктор. Это нужно много материала собрать, создать. Это потребует времени. Но это интересно. Организация учебного курса, учебных уроков, особенно если много разного материала, это можно сделать довольно... Ну, не сказать, что это просто, но бесплатно. Здесь возможности очень хорошие для этого. Вот. Если вы заинтересовались какими-то инструментами, хотите посмотреть на них поближе, попробовать самостоятельно, то есть обучалки. Три из них я сама написала. Четыре из них, мне кажется, хорошими. Я нашла их на других образовательных ресурсах. Вот они здесь у меня собраны на последней страничке. Если захотите ими воспользоваться, внутри презентации. Вот. Теперь давайте определяться, что у нас с нашей презентацией, которую я сейчас показывала. Загрузилась ли она или нет. Так, давайте посмотрим на файлы. Ага. Давайте ее попробуем открыть. Так. Переключаем в раздел презентации. Видно ли презентацию сейчас? Огонечком можно помигать. Да, видно презентацию. Хорошо. Тогда делаем вот, что к концу у нас презентация наконец загрузилась. Хотя она не тяжелая, на самом деле не знаю, в чем причина. Переходим в раздел файлы. Это вверху. Да. Открывайте файлы. Там название презентации на английском языке сегодня. Да. Нажимайте на значок с кнопочкой, с тремя кнопочками, с тремя точечками. Скачать. Вот. Ну и скачиваем на компьютер. Если вы за компьютером, то на компьютер. Если у вас по каким-то причинам не скачалось, то у меня сейчас чат постует, не хочет открываться. Ага. Если по каким-то причинам не скачалось презентация, то вот на последнем слайде у меня есть, ну, который сейчас очень долго искать и перелистывать. Так, сейчас я попытаюсь быстрее найти. Есть, ну, давайте так уже скажем, не хочет листаться, презентация листаться не хочет. Вот. Сделаем так. У меня есть группа, вот, отлично, спасибо. Вот, пожалуйста, мои координаты. Если вдруг чего-то не скачалось, можно написать на электронную почту. Можно зайти в группу ВКонтакте или в канал Телеграм, там меня найти. В канале Телеграм пересылать достаточно сложно, ВКонтакте или по электронной почте будет быстрее. Вот. Пока из виртуальной комнаты не ушли, можно еще раз, несколько раз попробовать, вдруг все-таки скачается. Прошу прощения за вот такие вот технические сложности. Я так и не поняла, что это было, честно говоря. Вот. Надеюсь, что информация была вам полезной, несмотря вот такой немножко несовершенной, несовершенную подачу информации. Вот. Надеюсь, пригодится в работе. Это, конечно, достаточно непросто, но это интересно. Это можно попробовать, использовать, а потом, может быть, применить в работе. Вот. Вот. По комментариям просто непонятно, как слушатели воспринимали, поэтому вот я так на всякий случай осторожно очень сказала, что надеюсь, что информация была вам полезна. Если это так, то жду на следующем фебинаре. Надеюсь, через две недели у нас все будет хорошо и с экранами, и с видео, и со всем другим. Да. Что касается обучалок, я успела только три написать, освоить. Вот. Остальные у меня в процессе освоения, но со временем в блоге «Роза ветров север» можно следить за моим творчеством. Я там буду постоянно писать, я и пишу постоянно, так что вот все самое новое искать там. Спасибо большое за внимание. Буду тогда отключаться. Всего вам хорошего. Берегите себя. Это сейчас самое главное. Ну и надеюсь, до новых встреч через две недели. Будем говорить о совместной деятельности, о сервисах для организации совместной работы с читателями, с учениками, с авторами, с коллегами. И вам всего хорошего и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok